Театр Кукол отличается тем, что ежегодно готовит к Новому году совершенно новую историю для маленьких посетителей. За долгое время сценарии не повторялись ни разу. Конечно, традиционная борьба добра и зла, где неизменно побеждает добро и творятся чудеса, является основой. Но между тем фантазия творческой группы Кукольного театра неиссякаема. На этот раз идея спектакля очень необычна. Это стиль нашего театра. Мы всегда дарим зрителю новую работу, новый проект. Ну, работа началась еще летом. На уровне идей, конечно же. Осенью все писалось. Потом был месяц репетиционного такого периода. Сейчас вот сдаемся. Огромная елка в фойе, разноцветные лампочки и блестки. Дети в карнавальных костюмах. Верная примета, что пришла пора елок. По традиции начинается праздник с приглашения главного новогоднего волшебника Деда Мороза. И неотъемливого персонажа всех русских сказок – Баба Яги, которая в спектакле «Хэштег Ёлки Лайки» выступила в новом амплуа. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Мне очень много весело. Очень радостно мне. А расскажите, вы в команде за Бабу Ягу или за Снегурочку больше? За Снегурочку. Я за Бабу Ягу. Почему? Потому что мне нравится Баба Яга. Она оказалась не злая, а добрая. Итак, Баба Яга, которая раньше была злой и вредной, окончательно исправилась и похитила Снегурочку только с одной целью – устроить настоящий Новый год в стране Нелукоморье, где обитают злодеи, решившие перейти на сторону добра. Но и тут не обошлось без сюрпризов. Во вполне мирный план Бабы Яги вмешался маленький вредный злытька, выпивший чан зла, скопившегося в сказочных злодеях за многие века. Но символ наступающего Нового года, Лайка, вместе с Дедом Морозом, конечно, спасут Снегурочку при поддержке маленьких зрителей. Лайки, как известно всем нам, это такой знак симпатии в социальных сетях. Но кроме того, Лайки – это еще и породы собак. А собака, как известно, символ наступающего года. И у нас в нашей постановке, в нашем спектакле, наша классика существует. И Дед Мороз, и Снегурочка, и Баба Яга, и Бармалей, и Кикимора, и злой персонаж. И мы спасаем Снегурочку, и мы спасаем с помощью наших зрителей. То есть сказка новогодняя классическая, она существует. Вот с таким, но прикрытым таким вот современным названием. С интерактивной елки, присутствующей по традиции, перемещаются в зрительный зал. Актеры же, попав на сцену, передают эстафету куклам. Такое переплетение актеров-людей и актеров-кукол, приправленное проекционными декорациями, из года в год оставляет пальму первенства за новогодними елками театра кукол. И хотя спектакль рассчитан в основном на малышей, среди зрителей есть и повзрослевшие любители кукольного искусства. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».